Дети – наше счастье! Дети – цветы жизни. Но какой же интересный, удивительный, порой непредсказуемый мир детства. И самое время об этом поговорить. Сегодня у нас в гостях эксперт дошкольного образования, собственник двух детских садов, просто потрясающая добрая женщина, которая проводит очень много времени с детьми – Олеся Уйманова. Олеся, привет! Привет, Ирина! Уйманова Олеся Викторовна, 42 года. Собственник и непосредственный руководитель детских садов, работающих по методике Валентины Васильевны Степановой. Эксперт в дошкольном образовании. Опыт на руководящих должностях – 19 лет. Последние 14 лет в образовательных проектах. Четыре высших образования. Автор публикации на тему психологического здоровья детей. Сотрудничает с НИИ нейронаук и медицины в научных исследованиях по развитию детей. Мы благодарим, что ты нашла время и пришла к нам, и с удовольствием будешь говорить на такую самую важную тему – тема детей. И первый вопрос. Ты имеешь четыре высших образования. Все они разных направлений. Как ты определила ту сферу деятельности, которой сейчас занимаешься? А это дошкольное образование, это детки? Первые два – это математическое образование, экономическое. Я получала, пока мне еще было 16-18, да, 20 лет. И там понятно, что были перспективы одни. Но когда я где-то в 30 лет уже вступила на путь психологии, я закончила тогда психфак, НГУ, и тогда я начала взаимодействовать со взрослыми. Когда родился мой ребенок, тогда, конечно, я как мама сместила свой фокус в детскую психологию. И началось это так интересно. Я была той самой мамой, которая во все вникала. Первый детский садик, который у нас был, это был с подружкой, мы договорились, решили, что пора организовывать какое-то социальное взаимодействие нашим детям. Им было по полтора года, и мы четвером решили открыть детский сад. Двое подружки у нас откололись, и мы остались вдвоем. И у нас был такой, мы сняли помещение, коттедж, туда няня у нас приходила, и вот наши два ребенка там оставались вместе с нашей няней. То есть это был там а-ля наш первый детский садик. А потом, где-то, когда у меня дочке было два с половиной года, мы с девчонками собрались и уже открыли домашний детский сад для наших детей на десятерых человек. И одна из наших воспитателей, она сказала, что вот есть детский сад по методике Степана у Валентины Васильевны. И вот этот вот детский сад, он как-то наиболее близок к тому контексту, который вот мы видим, да, для воспитания детей. И мы тогда всем нашим маленьким детским садом загрузились в детский сад Росток, и с этого началось мое знакомство с моим научным руководителем. И впервые я увидела результаты методики на своей дочери. У нее стала очень богатая речь, вот, и у нее стало такое мышление интересное. И когда я вот эти результаты увидела, и тогда как раз началась пандемия, и я очень остро ощутила то, что происходит с образованием. И я тогда поняла, что вот мне нужно именно в детское образование, потому что та перспектива, что может быть образование качественное, стать недоступным каждому человеку, для меня была, ну, учитывая мое высшее образование, она была как бы, не нравилась мне это из перспективы. И поэтому вот мы решили с мужем попробовать детский сад сначала в Академгородке мы открыли. Вот, а потом уже получилось так, что вот этот детский сад, в который ходила моя дочь, он тоже стал моим. Вот, и с тех пор вот я встала на стезю детского дошкольного образования. Только сейчас, наверное, я уже спустя несколько лет понимаю, какое большое дело я сейчас делаю, поскольку, знаете, только буквально месяц, наверное, назад у нас в Министерстве просвещения открыли отдел по дошкольному образованию. Начиная с 90-х годов, да, с развала Советского Союза у нас дошкольным образованием никто не занимался. А на минуточку мозг ребенка формируется до 7 лет. В основном своей, да. И то, что мы успеваем сделать до 7 лет, а то... Потом пожинаем плоды. И если мы что-то до 7 лет сделали не так, то в школе уже только занимаемся коррекцией. Ну да, потому что детский сад – это то место, как раз, где все это прививается. Несмотря на то, что ребенок взаимодействует с мамой, с грудничка, так скажем, связь еще внутриутробная, так скажем, если углубляться. И вот как раз в тот момент ты еще принимаешь решение поступать на педагога. Да, я заканчиваю педагогически, потому что работая в детском саду, конечно, без педагогического образования никак. Поэтому первые три высших у меня – НГУ, Мехмат, Эконом и Психологический. И четвертый я уже заканчивала педагогически, так вот по ходу дела. Сейчас мы занимаемся исследовательской деятельностью, потому что очень важно, чтобы в научных кругах тоже понимали, что делать с детьми. И в этом году, я уже надеюсь, времени хватит поступить в аспирантуру. Но так сложилась воля судьбы, скорее всего, это будет уже биология. В общем, пятое высшее образование еще, значит, где-то уже рядышком. Да, аспирантура, но там только есть физиология именно. Меня интересует психофизиология. На самом деле я была несколько раз на твоих лекциях, и это всегда очень удивительно. И вот самое время достать блокноты, ручки и просто записывать те самые советы, которые будет давать Олеся, а их, я уверяю вас, будет достаточное количество. Очень актуальный вопрос на сегодняшний день для многих родителей, для будущих мам и пап. Как же лучше всего адаптировать ребенка, подготовить ребенка к детскому саду? Какие ты можешь дать советы, рекомендации? Это будет очень ценно просто для каждой женщины, ну и отцов в том числе. Что касается подготовки ребенка к детскому саду, ну мы будем говорить о возрасте трех лет. Потому что до трех лет все-таки это подольный период, ребенку не особо нужны другие дети, ему хорошо с мамой, и это тот период, когда мама проводит с ребенком вместе, либо какой-то близкий взрослый. И к трем годам у ребенка появляется потребность, в другом ребенке, это, наверное, начинают замечать родители после двух с половиной лет, он очень начинает тянуться другим детям. И это тот момент, когда уже мы вводим ребенка в социум. Потому что, ну и это важно, поскольку мы социальные существа. Мы не можем вырасти людьми вне социума. Мы рождаемся изначально с потенцией стать человеком. Но если человека поместить к животным, то человеком он не станет. Вы, наверное, знаете про вот этот эффект Маугли, да? Если пройдутся сенситивные периоды, когда такого ребенка находят, который по каким-то причинам оказался у животных, да, то потом он не сможет прямо ходить, у него не появляется речь, он не сможет кушать ложкой. То есть он человеком, по сути, не становится. И мы человеками, людьми, да, становимся в социальном взаимодействии. Поэтому это наша базовая витальная потребность. И, соответственно, ребенок у нас, да, в три года, вот он выходит в социум. Он должен научиться взаимодействовать с другими детьми, с другими людьми. Он должен научиться быть культурным. Потому что мы вписываемся в культуру, в которой мы находимся. Он должен понимать, что вилкой мы кушаем, да, и не ковыряем ей в голове. Мы должны понимать, что когда мы сидим за столом, мы там не ноги на стол складываем, да, а мы сидим там аккуратно, кушаем приборами, да, и чтобы вот вокруг все вот мимо не падало. То есть он должен научиться изначально, да, освоить вот эти культурные ценности, в которых, в которых находится наша страна. Ну, необходимо, чтобы он умел себя одевать, себя обувать, чтобы он умел кушать приборами, да, потому что сейчас, к сожалению, очень много приходят родителей, которые кормят с ложечки, которые его как куклу одели, раздели. И, понимаете, это не только подготовка к саду, это вообще развитие мозга. То есть ребенок, он развивается через моторику, а ребенок, ему нужно все пощупать, потрогать, понюхать, полизать. Чем развитие у него рука, тем у него развитие мозг. И ребенок должен сам раздеться, расстегнуть пуговички, застегнуть, да, надеть сапожки, снять их, уметь сложить маечку аккуратно на полочку. А он должен владеть вилочкой, ложечкой и ножом. Потому что сейчас вот бывает, что дети приходят, и они ножа боятся, как огня. Потому что мама говорит, ааа, не трожь. Ну да, есть такое. Да, и ребенок, он когда видит нож, он говорит, ну, пытается сторониться. Но мы должны уметь на масло намазать, да, масло намазать на бутерброд. Вот. Ребенок должен быть приучен к горшку. Раньше мы никогда не спрашивали, вообще сняли ли памперсы. Но сейчас уже спрашиваем. Потому что родитель сейчас настолько стал ленивым, что ли, что это считается нормальным, ребенку в три года ходить в памперсах. Но при этом не понимая, что проходят вот эти сензитивные периоды, когда ребенок, он должен ощутить себя, он должен ощущать свои потребности, он должен вот это вот удерживать, да. То есть и когда периоды проходят, и, например, ребенок в четыре года, ему снимают памперсы, то он просто вот берет, он не чувствует, он писится. Он писится в кровать, он может тут же писиться и не ощущать какой-то дискомфорта. То есть ему нормально. Вот. И это же идет к тому, что это будет то же самое в первом классе. То есть вопрос с памперсами нужно решать вот еще в полтора года, если все-таки вы их используете. Но не как, когда вы приходите в детский сад. Вот. То есть чем ребенок будет более самостоятельный, да, тем больше, во-первых, это развитие мозга, во-вторых, тем он меньше будет цепляться за маму. Как он обычно часто такой, что мама для него как инструмент. Он а? И мама побежала делать. То есть у него нет своих рук, своих ног, у него есть мама, которую он указывает. Соответственно, когда он в детском саду остается без своего инструмента, да, то он... Паника на корабле. Паника, он беспомощный, ему нужна обратно мама. Вот. Поэтому здесь это очень важно. Очень важно, чтобы ребенок был со всей предметной деятельностью знаком. То есть он должен пощупать, понюхать, потрогать. И он должен... И при этом мама должна проговаривать. То есть что такое речь? Речь, как она формируется? Она формируется при взаимодействии. Она не формируется от чтения книг. Она формируется, когда вот мне что-то нужно донести вам, а вам мне, да. И тогда мы начинаем разговаривать, у него появляется потребность что-то сказать. А взрослый, он просто накладывает речевые метки на предметы явления окружающего мира. И тогда у него за словом встает образ, и тогда ребенок начинает понимать обращенную речь. И тогда, когда он приходит в садик, он слышит, понимает и, в принципе, вполне даже может взаимодействовать, да. Плюс мы ребенку объясняем, да, какие-то нормы, правила. Потому что тоже сейчас особенность такая вот это где-то центрированное воспитание, когда ребенок, он в центре. От большой любви к ребенку мы порой закрываем глаза на многие вещи, сами того не понимая, что это такая минусовая где-то составляющая. Да, это ребенок встраивается в культуру, это ребенок встраивается в семейную систему. Это не семейная система вокруг ребенка. А когда он привык, что все вокруг него, он приходит в социум, он приходит в садик, а мир-то не вокруг него. Это он должен встроиться в группу детей, это он должен научиться взаимодействовать. И у ребенка разрыв шаблонов, да. Там вроде все было вокруг него, а здесь вроде как по-другому. То есть и мы с ребенком разговариваем, да, то есть, ну, что нельзя драться, да. То есть мы решаем вопрос разговорами. Потому что ребенок бывает приходит, он начинает вообще родителей бить. И родители поворачиваются, хихиха-ха-хихи, типа вот, ну, что это такое вот. Как будто бы он маленький, ему можно. Ну, не надо так учить вопросы, да, решать. Ну, да, мы же и привыкли, что, говорит, ну, он же маленький. Я даже замечала раньше за собой, когда старшая что-то не дает младшему ребенку, я говорю, ну, дай, пожалуйста, но она же маленькая. Сама того не понимаешь, что как раз младшая дочь, она-то все впитывает и думает, ага, круто, работает. Если мама сказала, значит, я могу этим пользоваться. И зачастую дети, которые являются центром вселенной, так, да, скажем, когда приходят в детский сад, конечно, у них вот разрыв шаблонов. И если вот резюмировать этот вопрос вот так вот точечно по пунктам, что вот можно еще посоветовать нашим будущим мамам, нашим действующим родителям, которые собираются отдавать ребенка в детский сад, на что вот прям конкретно обратить внимание, может быть, к специалисту сходить, может быть, проговорить тот момент, как адаптация проходит в детском саду, когда они за ручкой с мамой приходят в первый раз. Вот такие вот ключевые яркие моменты будут очень ценно для всех нас. Вообще с ребенком очень важно разговаривать, в принципе. Собираетесь вы в магазин, собираетесь вы в детский сад, вышли вы просто идти на прогулку, да, мы же сейчас бежим, как сумасшедшие, ребенка схватили или в машину куклу посадили, и все, и мы с ними разговариваем, мы сами висим на телефоне. И с ребенком важно, когда вы выходите рассмотреть, какой там бабочка, какой сейчас росточек, проговориться с ним это все, да, и когда идем в детский сад, и об этом тоже проговорить, что мы с тобой пойдем в детский сад, там будут ребятишки. И вы когда пришли в детский сад, и вы сейчас проговариваете то, что видите вокруг, вот, куда вы пришли, что вы сейчас здесь будете делать. То есть это залог того, что ребенок, он начинает понимать, он начинает слышать, да, то, что, ну, это залог того, что ребенок будет спокойный. И еще очень важный момент, это мама должна сама быть готова отдать ребенка в детский сад. Потому что если мама тревожная, если она переживает, что там в детском саду будет что-то не то, у нее была там какая-то личная травма в своем детском саду, да, и она тревожится, ребенок будет считывать ровно ее реакцию, с которой она идет. То есть в первую очередь мама должна сама быть спокойна, она сама должна понимать, что ребенок потихонечку уже уходит от нее, да, это первая такая базовая ступень, да, когда она его отдает в руки воспитателя, да, вот, и она должна сама к этому быть готова и быть внутренней совершенно спокойной, что ее ребенок справится, что с ним все будет в порядке. И тогда ребенок будет смотреть, и тоже у него будет такое базовое спокойствие и доверие. Но для этого мама должна понимать, куда она ведет детский сад и кто там, да, что за пространство. Вот, это помогает, потому что когда ты приводишь в непонятное пространство, где тебе не дают зайти, где тебе не дают познакомиться с воспитателем, ну, логично, что тревожность, она как-то начинает появляться. Поэтому, наверное, это следующий, да, вот вопрос, да, который назревает, а как вообще должна происходить адаптация в детском саду для того, чтобы у ребенка она прошла максимально естественно и комфортно. Вот, мы всегда за то, чтобы адаптация была мягкая, то есть чтобы мама входила в пространство детского сада вместе с ребенком. То есть ребенок приходит в незнакомое пространство, он знает только маму. И мама является проводником в это пространство. Она именно своей речью накладывает ему речевые метки на окружающее пространство, потому что стол дома для него неровно то же самое, что стол в детском саду. И у воспитателя и речь другая, тембр голоса другой, речевой запас, да, другой. Лексикон, да, другой. И ребенок сначала может воспитатель вообще не понимать. И поэтому мама, она вводит пространство, она показывает ему, где раздеться, где покушать, где в туалет сходить, где его кабинка. И мама, она включается во взаимодействие. То есть эта задача в первую очередь мамы создать отношения с воспитателем, повзаимодействовать с ним, понять, что это хороший, добрый человек, чтобы появился вот этот контакт с воспитателем, как просто с человеком. И когда вы создаете этот контакт, да, в деятельности, вы где-то помогли воспитателю, где-то вы хороводы поводили, и ребенок смотрит, что мама спокойна, она улыбается, она обращается к другим тоже ребятишкам. Здесь хорошо, здесь хорошо, да. Вы как будто бы пришли в гости, и тогда все в порядке. А если мама, ну, тоже бывает в детских садах мягкие адаптации, да, но они оставляют, например, маму в коридорчике. Или мама села в группе, сидит в телефоне. То есть она села в телефоне, ребенку говорит, ты иди, иди. То есть она сама интереса не проявляет. Он же считывает, что ей неинтересно. И он тогда начинает просто виснуть на маме. Потому что, ну, а почему ему должно быть интересно? Вот, поэтому здесь мама, она транслирует своим отношением к воспитателям, к пространству вот это доверие. Ее задача, пока она находится внутри детского сада, создать это доверие к пространству, в первую очередь, у себя самой. Вот. А что касательно, например, там, в муниципальных детских садах, да, там не разрешают во многих оставаться. Но я знаю, знаете, мам, которые все-таки решали эти вопросы. И им разрешали первое время побыть внутри и как-то наладить вот взаимодействие внутри, там, с воспитателем, и с пространством. Вот. То есть, ну, прорываются. И когда просто, когда у ребенка резко оставляют одного, то есть для него это стресс, он остается без опоры. И именно поэтому очень часто я слышу такие отзывы, что ребенка отдали в детский сад, и он постоянно болеет. Он выходит три дня и сразу же заболевает. Выходит три дня и сразу же заболевает. Это не то, что протесты, это у ребенка от стресса падает иммунитет, и он сразу же хватает какой-то вирус, да, какую-то инфекцию. То есть это хроническое, вот это, ну, давление, да, на иммунитет. То есть это как мы попадаем в какую-то серьезную там переделку, да, где у нас был большой стресс, и потом организм все поехал, да, то есть у нас иммунитет упал, и мы начинаем там чем-то болеть, да. То есть это всегда происходит, ну, и взрослого человека, когда он попадает в сильно стрессовую ситуацию. Поэтому ребенку такой стресс не нужно создавать. То есть это должно быть плавно, постепенно, поступательно. Вот, и смотреть, как он вообще на все это реагирует. Да, но я для себя в свое время сделала вывод, что сначала нам нужно изучить эту тему с ребенком, ну, потому что есть такой факт, что, ну, не могут всех родителей просто табором запустить в группу, да, и все будут сидеть с ребенком. Тогда тоже такой вот, ну, непонятная такая обстановка. И здесь тоже можно понять и воспитатели, и руководство. И вот я для себя в свое время сделала такой вывод, что, правильно ты сказала, что нужно изучить эту тему, проговорить не за день, не за два, а вот когда-то там, я не знаю, за месяц, за полгода, так или иначе эту тему внедрять в ваше, так скажем, взаимодействие с ребенком. И тогда у него уже будет понимание, что такое детский сад, а там еще есть детки, а там еще спят, а там есть расписание, а там вот, вот это вот, конечно, очень интересно. Вообще можно приходить на прогулку и начинать прогулки. Вот, это можно вот взять на заметочку в том числе. Да, когда он просто знакомит с ребятишками сначала еще, ну, на улице, когда они заходят в какие-то стены, у них уже как бы, ну, опасочка, да, появляется. А с прогулки на улице это очень даже так гуманно заходить с этого. Я всегда очень избирательно отношусь к выбору специалистов в сферах здоровья, образования, красоты и других деятельностях в том числе. С большим удовольствием буду делиться своими рекомендациями. С одной из них готова поделиться с вами прямо сейчас. Мультибрендовый бутик «Ля Веню» – это пространство, которое вдохновляет и раскрывает внутреннюю красоту каждой девушки в ее новом стильном образе. Бутик насыщен премиальными европейскими брендами, такие как «Изабель Бланш», «Севенти», «Ню», «Ли Сила» и многие другие. Консультанты «Ля Веню» подчеркнут вашу индивидуальность и подберут образ для женщины, подходящий именно ей, с любым типом фигуры. А вы сможете не только насладиться приятным шопингом, но и расслабиться за чашечкой чая или кофе. Сейчас в «Ля Веню» проходят сезонные скидки до минус 50% на коллекции «Весна-лето-2024». Бутик располагается в центре города Новосибирска, на улице Кирова, 25, в галерее бутиков на втором этаже. Являясь экспертом дошкольного образования, вот, Олесь, скажи, пожалуйста, как вы, так скажем, боретесь, как вы взаимодействуете, какие методы применяете, может, какие-то новые методы есть, которыми вы пользуетесь, вот, когда у ребёнка агрессия? Или как родителям что можно посоветовать, вот, когда ребёнок вот просто агрессивен? Ты понимаешь, что детский сад прекрасен, воспитатели изумительные, группа потрясающая, но вот у ребёнка агрессия, либо когда он в садик идёт, либо уже в процессе взаимодействия с детьми. Ну, смотрите, здесь важно несколько аспектов. У ребёнка может быть агрессия вследствие того, что у него какие-то отклонения есть. Бывает такое. Но обычно такая агрессия, она прям выглядит странненько. То есть там специалисты, если воспитатель, да, специалист, он обычно говорит, что надо сходить провериться. Вот. Но вообще агрессия, она как? Дети, они, у них нет пока эмпатии. Они вот видят что-то, захотели, да, взять, вот начали двигать игрушку, да, у него возникла потребность её схватить. И он идёт на пролом, он никого не видит. Вот он одного другого и схватил. То есть это просто пока такой период. И если он попадает в здоровую среду, вот у нас не так давно, да, пришёл мальчик, который вот он, вот он просто сам росленький, вот он направо рукой налево, все разлетелись, и он взял два месяца. И ребёнок стал вежливый, ласковый. Почему? Потому что это детский сад сразу показывает, что ты не туда. С ним стали бояться дети становиться в пару. Они его не захотели брать к себе играть. Они начали от него сторониться. И когда он понял, что его начинают бояться, да, то есть воспитатель говорит, ну видишь, ты дерёшься, они тебя боятся. Ну видишь, ты ударил, они тебя боятся. И всё. И тогда у него мозг очень хочет быть вместе с детьми. То есть это направленность, это потребность. И когда эта потребность, необходимо, чтобы эту потребность реализовать, нужно начать себя сдерживать, да, нужно начать словами говорить, что-то просить, то ребёнок перестраивается. Соответственно, то же самое должно быть в семье. Вот то ребёнок не может там броситься на маму с кулаками. То есть мама должна чётко показать, что он не туда. Это очень важно на самом деле. Да. И ещё крайне важный момент, он вообще базовый. Ребёнок дома должен стирать вместе с мамой, убирать, мыть посуду. У него должна быть совместная предметная деятельность с мамой. Тогда он будет спокойный. Тогда она вот в этом взаимодействии с мамой, когда он начинает там что-то кидать, мама говорит, нет, подожди. То есть он учится взаимодействовать. И когда вот этой предметной деятельности мало, когда за словами образа у детей совсем нету, у ребёнка, то он, ну, это обессмысленность, да, то есть он не слышит обращённую речь, он не понимает, что ему говорят. Вот. И у нас всегда мы начинаем с вот этой деятельности. Мы много очень там, то готовим еду, то стираем там вещички куколокам, то там моем стульчики. И на вот этой предметной деятельности дети, они собираются, успокаиваются, начинают слышать друг друга. И ребёнок, ребёнка агрессия вот тут уходит. Агрессия, потому что он хочет что-то донести, его не понимает, он не может сказать. Он хочет что-то взять, но его не научили как. И он просто берёт. Криком. Криком, да. Или истерикой, или вот манипуляцией, да, либо просто он агрессивен. Вот. Именно потому что пока у него не хватает инструментов для взаимодействия, у него речь пока не развита. И для того, чтобы это убрать, то есть для того, чтобы у него появилась речь, для того, чтобы у него появились вот эти образы, для того, чтобы он понимал обращённую речь, у него должна быть совместная деятельность со взрослым, который при этом проговаривает, накладывает речевые метки на предметы явления окружающего мира. И тогда ребёнок становится спокойным, вот, и умеет общаться. Да, потому что зачастую мы иной раз настолько увлечены домашними делами, целый день трудились, пришли домой, куча дел, ещё дети, да, и нам в какой-то степени даже удобно сказать, ой, не делай. Ребёнок проявляет вот это вот, да, внимание, интерес, помыть посуду, подмести пол, ещё что-то, шкаф разобрать, там, когда вот это вот дети у меня делают, весь шкаф на пол сваливают. У них есть интерес, но мы, в силу того, что это же беспорядок, это же потом нам убирать, мы где-то можем сказать, ой, нет, не надо, давай в следующий раз, давай потом. И вот на самом деле... Эти же лисички потом стирать. Это как наш научный руководитель говорит, вот вы надели вот как куклу, да, ребёнка в красивом платьице, выходит она на улице, а ей хочется в грязи повозюкаться. Вы говорите, не-не-не-не, платьица замарает. Ребёнок чистый, и в голове у него чисто. Поэтому детям всегда нужно дать возможность вот этой деятельности включать, потому что через это мозг развивается. Он развивается моторно. Если рука не работает, мозг не работает. Да, и несмотря ни на что, родителям, особенно мамам, потому что мы больше всего проводим времени с детьми, с детьми разговаривать, это я так уже резюмирую, детям проявлять, точнее подключаться к их интересу какой-либо деятельности, и, конечно же, полностью стопроцентное внимание, когда ты уделяешь, неважно, там, 30 минут, час даже, это для них просто глоток свежего воздуха, вот знаю, вот по своим детям. В каждой семье общение между родителями и детьми, оно у всех разное. И вот есть дети, которые видят, что мамы с папой мало взаимодействуют, говорят на какие-то бытовые, да, только темы, там, как убраться, продукты по работе, про детей, и не касаемо их. И есть детки, которые очень мало разговаривают. Вот если приходят такие детки в детский сад, как помочь такому ребенку, вот именно как вы помогаете, какой совет вы можете дать, вот ему взаимодействовать больше с детьми? Это даже, знаете, такой совет больше, скорее всего, к воспитателям, но мамам тоже будет полезно об этом услышать. Вы имеете в виду, если у него речи пока не стало? Ну, во-первых, для того, чтобы у ребенка речь встала, мама должна, когда разговаривает, не в телефоне разговаривайте где-то там, а она должна садиться на уровне глаз ребенка и разговаривать с ним глаза в глаза, чтобы он видел ее артикуляцию. Потому что дети сначала, они на копировании растут, и они начинают считывать и, ну, повторять вот эти движения губ. И тогда все звуки, они нормально становятся. То есть это, что касается самой дикции артикуляции. А потом у ребенка должна быть потребность сказать. То есть если он вам говорит, «Важно, что мы?» или «А!» А вы уловили его, значит, мечту. И исполняем. И пошли исполнять. То есть вы должны сказать, «Я не поняла, что ты хочешь, скажи, пожалуйста, словами». Там, «Ты хочешь печенье?» Скажи, «Мама, я хочу печенье». Повтори. То есть вы должны его мотивировать, чтобы он к вам обращался, да? Вы говорите, «Я не понимаю, скажи словами». Вот. Это второй момент. И третий момент. Речь формируется в деятельности. Вот мы думаем, что мы друг друга понимаем, даже взрослые, да? Но мы друг друга не понимаем. То есть я тебе говорю сейчас, да? А у тебя за моими словами встают свои образы, исходя из твоего опыта. Я говорить буду, например. А у наших зрителей, да? У них за моими словами будут свои личные образы. То есть мы друг друга относительно понимаем. То есть, к примеру, почему, когда мы жили вместе, вроде все было нормально, начался ремонт, попереругались. Потому что новая совместная деятельность. И снова мы на этой деятельности начинаем уточнять значение слов. И оказывается, у одного за значением слова одно, да? У другого – другое. И когда, пока мы не договоримся, у нас там споры какие-то, конфликты. То есть мы думаем, что мы друг друга понимаем, да? Но по факту мы друг друга не понимаем, пока мы не начнем общее дело. Почему сначала были друзьями, вошли в бизнес, разругались? Почему много разводов после первого ребенка? То же самое. Новая деятельность, да, совместная. И тут могут всплыть совершенно разные установки, да? И мнения, и значения слов, да? Трудиться мы не всегда хотим. Да. Потому что труд – это у кого-то может быть месяц, у кого-то год, у кого-то и пять. Поэтому согласна. Да, то есть и там, когда были жених и невеста, поженились, начался совместный быт, тоже бывают, да, разногласия. То есть именно на предметной деятельности, на совместном деле мы начинаем действительно понимать друг друга. Что один имел в виду за словами, и второй понял его или нет. Поэтому речь, она рождается во взаимодействии. И речь у ребенка, она рождается во взаимодействии со взрослым, когда есть потребность что-то сказать, когда есть потребность донести, когда вы разговариваете, и когда вы приводите в соответствие значение слов, да? То есть вы ребенку обозначаете. Это вот это значит, это вот это значит, это вот это значит. И когда ребенок хочет к вам обратиться, он тогда берет это слово и пытается вам его донести, чтобы вы его поняли. Соответственно, ключевые вещи для того, чтобы ребенок начал разговаривать. Первое, это совместная деятельность. Второе, обращение к нему лицом к лицу, чтобы он вывел вашу артикуляцию. На уровне глаз, это можно присесть к ребенку. Присесть, либо взять его на руки. А третье, это сформировать у ребенка потребность, чтобы он к вам обращался, да? То есть это вот в этой совместной деятельности, но не понимать его... То есть надо, ну это ближе к двум, к трем годам. Все-таки вы говорите, скажи словами, я тебя не поняла. Вот ты много говорила про гаджеты. Прежде чем задать этот такой самый острый и важный вопрос на сегодняшний день, очень хочется быстро, точно проговорить на тему раннего развития у детей. Как оно влияет в будущем? Это я про то, когда родители очень хотят много посвятить и многое дать своим детям. Это с трех лет или с двух лет, кто-то с полутора лет начинает подключать языки, начинает подключать музыку, также спортивные какие-то, гимнастика, ну в общем спорт. Как ты считаешь, в каком возрасте это допустимо? Допустимо ли это в раннем возрасте, полтора-два-три года? Скажи, пожалуйста, мне само очень интересно. Знаете, вот это раннее развитие, оно как этому раннему развитию нужно добавить изучение цифр, изучение букв. Вот, понимаете, мы пытаемся построить дом, не сформировав фундамент. А фундамент, первое, это русский язык. Но зачем ему иностранный язык, он на русском-то не разговаривает? То есть у нас сейчас задача, чтобы он заговорил на богатом, образном русском языке, чтобы у него за каждым словом стоял целостный образ, чтобы он кролика знал не по картинке, а пощупал его реальным. Мы назвали это кролик, он пушистый, вот он такой мягкий, да, вот у него длинные ушки, и мы все это называем. И тогда ребенок, у него большой богатый словарный запас. И потом, когда к восьми годам эта речь переходит у него во внутреннюю речь, и это становится основой мышления, и наше мышление становится богатым, все-таки мы думаем-то не на английском языке, мы думаем на русском языке. И когда мы вот это время, которое необходимо было ребенку для того, чтобы вот обозначить весь этот мир, познать, тратим на английский язык, то в это время мы не тратим на русский. Вот. И то, как сейчас еще языки изучают, то есть это вот сели, начали какие-то слова давать, то есть вообще параллельно, да, он должен вставать, иностранный язык бывает, там, билингвальные там семьи, или как раньше вот в царское время была гувернантка-француженка, и она вот проговаривала на французском языке параллельно по деятельности ребенку, и у него без проблем вставал второй язык. Да, это как я, например, у меня два языка таких родных, это татарский и русский, и у нас в семье говорили на татарском и на русском, и это была норма жизни, и, ну, я видела, как говорят родители, бабушка, дедушка, и это как-то самостоятельно, экологично подключалось. Он, естественно, встает, то есть вы накладываете вот эту систему меток на одном языке, на другом языке, и он тогда, естественно, встает. Но если вы начинаете это через занятия, то, во-первых, у ребенка нет актуальной потребности. Ну, зачем ему этот английский? Ему надо объясниться, ему надо донести на русском языке, что он хочет, кому он что-то на английском должен доносить, зачем ему это нужно. Вот, и все должно идти из естественной потребности ребенка. Потом, например, буквы, цифры, вы поймите, что вообще ребенок, он изначально воспринимает речь фразами, потом она у него разбивается на слова к четырем годам, он потом должен понять, что вот за этим словом стоят вот этот образ. И потом только мы уже там переходим к буквам, потому что буква – это символ. Писать, да, то есть писать, это мы уже к школе должны, сейчас нет в этом у него необходимости, и навыков, способности, вернее, способности, которые позволяют ему это сделать, тоже нету. Научить читать. Вообще в нормальном варианте, когда у ребенка развитие гармоничное и по возрасту идет, ребенок сам научается читать, просто потому что у него есть потребность чтения. Какая? Он хочет быть как взрослый. Если вы дома читаете, то есть взрослый он там прочитал, здесь прочитал, и откуда-то информация взялась, и ребенок думает, о чудо, я тоже так же хочу. И у него формируется эта потребность, и он начинает спрашивать, мама, это что за буковка? А вот это, ну как-то вот, естественно, да. И в какой-то момент, ну как вот у моей дочери было, пять лет, щелчок произошел, и нахоп, и начала читать. Никто ее не учил. Но вопрос же не начать читать. Что значит чтение, да? Для чего она, да, смысл? Вот мы часто путаем читать и озвучивать. Вот вы мне сейчас дадите английский текст, я его вам прочитаю с чудесным английским парнаунсом. Вообще вот без сучка и задоринки. Но когда вы начнете мне спрашивать по смыслу, по сути, а я не знаю каждое второе слово, да, то я вам текст этот приведу весьма относительно. Поэтому научить озвучивать детей, это не проблема. Проблема, чтобы они начали читать, понимая, что они читают, да, смысл выделяя оттуда. Потому что если... У нас же сейчас среда обедненная, да, у нас здесь кофта, здесь боты, здесь, значит, штаны, комбез сверху, комбез внизу. Все, весь словарный запас. А они потом в школе открывают Пушкина, а там шаль, а там кибитка, а там кучер. Это для них... Для них это китайская грамма. А грамма-то они открыли и закрыли. То же самое, как вот дать нам сейчас с тобой медицинский какой-нибудь словарь, да, мы с тобой откроем и тут же заснем. То есть мы половину не поймем. То же самое для ребенка. Для того, чтобы у него была мотивация к чтению, для того, чтобы он хотел читать, у него за словами должен стоять образ. Он должен понимать, что он читает. Тогда ему это будет интересно. Что касается всяких секций, например, спортивных. Но ребенок вообще, у него возбуждение превалирует над торможением в дошкольном возрасте еще некоторое время после. И если его не садить в клетку, в манеж, значит, в оградку не давать ему никуда не лезть, то он очень активный. То есть он двигается активно, да. А мы ему только просим, притащи стул, он взял, потащил. Принеси там тарелки, помой тарелки. У него развивается вот эта моторика. Тут главное в здоровье. Вот это, ну, как сказать, ЛФК, что ли. Но привязано к естественным каким-то потребностям. То есть когда вы его просите, помоги мне это сделать, помоги это, а здесь принеси, а здесь подай, а здесь отнеси, он начинает взаимодействовать. Когда он, и вы играете с ним вместе во дворе, сейчас же дворовая крутая, культура утеряна. Это мы, я помню, в детстве мы играли в козла, мы прыгали на скакалочках, мы прыгали в резиночки, да, в лаптах, во что мы только не играли. То есть у детей, у них естественно, в игровом варианте формировалась вот эта вот физическая деятельность. Да, то есть это умение, это же не просто в физической культуре, это умение держать баланс, это чувствовать свое тело. Работать головой. Да, это умение проползти, где-то заползти, где-то перепрыгнуть, да, то есть и это рождалось все в игре. А когда мы отдаем ребенка тренеру, у тренера какая задача? Подготовить олимпийского чемпиона, ну, как бы, выше его, да. То есть что он делает? Он его начинает на это, ну, гонять, да, вот на тренировках. В этот момент он дает смыслы какие-то? Нет. Зачем ему это? Я вот сколько раз видела, когда приходишь, даже вот в СПА приходишь, вроде как, ну, там они не готовят олимпийских чемпионов, но у четырехлетнего ребенка так, руку так в бассейне, руку так, так, вперед, назад, и вот он вперед, назад, вперед, назад, вперед, зачем ему это? Какой ему смысл? То есть у них формируется в дошкольном возрасте вот эта индивидуальность, осмысленность. Они должны понимать, что они делают. Изучение. А потом уже практика. Не приказы выполнять чьи-то, а понимать, зачем это. Вот, ну, как у меня, да, дочь научилась плавать. Мы пришли в бассейн, мы с ним вместе просто, ну, купались, плюхались. Мы пришли в бассейн, там плитка отваливалась. И она за этой плиткой ныряла. И мы эту плитку собирали и отдавали администратору. И, в общем, мы вот несколько раз так ходили, и она за это время поняла, ну, поплыла. То есть это вот это вот потребности, да, достать этот предмет, ребенок сам породил вот эти движения, которым он в осмысленности, да, чтобы добраться, нужно поплыть. И она у меня поплыла. Но зато она как их тяндр, то есть она в воде себя отлично чувствует. И потом у нее уже появляется, там смотрит, кто-то прыгает, она, мам, а как это прыгать? Я говорю, ну, вот примерно там подсказываю, да. Это все рождается естественно. Это не кто-то дал тебе шаблон, в который ты встраиваешься. Мы поэтому вот в садике не даем шаблонов, мы не даем техник, как красиво поставить ножку, да. То есть это... Должна сформироваться вот эта способность у ребенка выражать свои переживания, исходя из потребностей, осмысленности. То есть что такое танец? Это не поставить ножку вот так вот, а танец — это выражение своих переживаний просто через тело. У меня аж мурашки, это гениально просто сказано. Это они увидели бабочку, и вы говорите, ой, а давай полетаем как бабочка. И они начинают летать как бабочка. И это зарождение танца. Мы увидели снежинку, она кружится. Не ограничивая себя, да? Да, то есть это навык выразить свои переживания через тело. Посмотрите, как танцоров, которые вот на вершину Олимпа зашли, да. Это же не просто техника, это умение передать свои ощущения, свои переживания через тело. То же самое рисунок, да. И это мы свои переживания через рисунок. Не шаблон, да, нарисовать, а именно сначала у ребёнка рисунок моторный. Он может вот так вот у него корочку клюёт, или там мячик, да, и он это рисует. Но оно вроде как некрасиво, да, вроде как не похоже. Но это его рисунок, мы можем просто задать ему вопросы. А когда мы ведём к человеку рисовать, который не был с ним, он с ним не проживал, он не видел с ним этого цыплёнка, он не смотрел с ним это деревце, к чему он может обратиться, он к его опыту не может обратиться. Этот педагог вытаскивает из себя опыт и говорит, делаем вот это. Значит, рисунок вот так вот, домик вот так вот, и здесь кустики вот так вот, и он просто даёт шаблон. И ребёнок эти шаблоны берёт. А потом он без него как без костыля, да, получается. Да, Олесь, с тобой безумно интересно. Я знаю, как ты любишь своё дело, говорить можешь часами. Но так как у нас время ограничено, и мы очень хотим как можно больше самой-самой такой вот важнейшей информации из тебя взять для себя, каждый применить, ответь, пожалуйста, на вопрос, вот исходя из всего сказанного, вопрос про гаджеты. Бывает такое, что нам удобно, родителям в какой-то момент становится, дать телефон. Мы думаем, что ну ладно, ну пять минут, ну ничего страшного, пусть посмотрят мультик. Ну смотря тут ещё какие мультики, конечно, большой вопрос, да. Вот. Как всё-таки с точки зрения своей деятельности, с точки зрения изучения, а ты изучаешь глобально, как ты вообще относишься к гаджетам, как это влияет на детей, и как можно всё-таки ограничить, либо вообще убрать эту вот такую вот деятельность от детей? Знаете, ещё некоторое время назад я как бы так родителям очень потихонечку, что вот давайте вот ограничим гаджеты, сейчас я в этом плане стала уже достаточно категорична. Знаете, я недавно Саватеева смотрела, доктор математических наук наш, да, и он такую фразу сказал, кто дал своему ребёнку гаджет до 14 лет, его похоронил. Вот настолько даже. И это вот почему, да, именно сейчас я уже говорю родителям, чтобы их вообще убирали. По какой причине? Вот я скажу так, если вы своему ребёнку не дадите гаджет, хуже точно не будет. Отклонений от этого не будет, недоразвития у него не будет. Но если вы дали ему гаджет, то сейчас огромное количество отклонений идёт у детей именно из-за гаджетов. По какой причине? С одной стороны, да, сейчас обеднённая среда, мы живём в урбанизированной среде, где всё статично, где у нас мало деятельности. У нас же сейчас всё автоматизировано. У нас посудомоечная машина моет посуду, стиральная машина стирает одежду, у нас роботы-пылесосы, а у нас помощницы по дому. То есть ребёнок в принципе обездвижен. У нас сейчас нету бабушек в деревнях, а если есть, то там нету коров и косы, куры и так далее. Вот у нас сейчас нету дачи, если есть, то там просто зелёненький газон. То есть у ребёнка обеднённая среда. Ему неоткуда вот эту деятельность брать, да, черпать эту деятельность. И у него обеднённая картина мира. А тут мы даём гаджеты. Причём действительно это способ сейчас родителей от ребёнка отвязаться. То есть если раньше мы, к примеру, готовим борщ, ну ребёнок говорит, мама, мама, ну что с ним делаешь? Сел в кастрюлю, посадил рядом картошку ему, и он там что-то делаешь, что ты ему там зубы заговариваешь, да, проговариваешь ему. И вот это было на самом деле и развитие. То, которое нужно было ребёнку. А сейчас же всё просто. Сейчас мы дали гаджет, и мы про ребёнку забыли. И мы вопрос сняли. То есть сейчас это такое искушение для родителей освободить себе время, чтобы было вот, и не вкладываться в ребёнка, да. То есть мы вопрос вроде как решили. И родители, они создают себе иллюзию, что здесь может быть что-то полезное, что мы сейчас входим вот в этот вот мир цифровой, что ребёнку надо с этим знакомиться. То есть они себе придумывают кучу историй оправданий, чтобы вот этот инструмент отвлечения ребёнка себе оставить. Но по факту даже если вы говорите, что, к примеру, вот 20 минут, да, я ребёнку даю, но я ограничиваю. Первое. Здесь 20 минут заговорились по телефону, там уже 40. Здесь 20 минут дали бабушкам, дедушкам, а там бабушка устала 2 часа. Вы не сможете, если вы в 3 года дали ребёнку гаджет, то в 6 лет он у вас там будет сидеть уже часами. И вы не сможете отслеживать контент постоянно. То есть это же нужно просмотреть мультик, понять, что вы ему даёте. И любого родителя, я по себе знаю, не найдётся столько времени, чтобы этот контент отслеживать. Поэтому моя сейчас позиция, их лучше вообще убрать. То есть, ну, по крайней мере, в дошкольном возрасте вы это можете сделать, да? И по крайней мере в начальной школе. То есть вы просто убираете, и это для вас норма. Мало того, вы его у себя убираете дома вечером, вы приходите с работы, вы откладываете телефон. То есть такое, что... Это очень важно. Да, что такое, что у родителей сидит телефон, они говорят, а тебе нет. Вот такого не должно быть. То есть мы все приходим, мы откладываем телефоны. Мы с телефонами поработаем. Ты работаешь? Нет, не работаешь. Мы, например, садимся с ребёнком, когда вот уже сейчас у меня дочке 8 лет, мы можем посмотреть какой-то мультик. Но мы это вместе делаем. И мы обсуждаем, что он увидел, что он понял, да? То есть это может быть какой-то образовательный момент. Но когда у ребёнка, во-первых, сформировалось образное мышление, уже более-менее словарный запас, да? К пяти годам. А второй – это совместный просмотр. Потому что мы должны понять, а что он вообще из этого понял? Да, и это очень важная составляющая. Я сама недавно была на семинаре династии Аманашвили. Они, как ты знаешь, за гуманную педагогику. И был очень интересный вопрос. Задавала женщина, её дочке было 16 лет. Она ученица 10 класса, насколько я помню. Она говорит, она постоянно в телефоне. А ещё она играет очень много. У них есть игра. Вот что мне делать, как маме? И он говорит, расскажите, как ваш день проходит, как ваше проходит время, когда вы пришли с работы. Она всё это рассказывает. И, конечно же, ребёнок видит, как мама в телефоне. А ещё и она, у неё вторая деятельность, вторую подработку она берёт, она в компьютере. И он говорит, тогда важно взять и посмотреть, в какую игру играет. Поиграйте вместе с ребёнком. Поймите, во что он играет, какой смысл этой игры. А уже потом предлагайте ему, например, другую игру, которая хоть как-то развивает нашу и не убивает нашу нервную систему, к примеру, у детей. Он говорит, посмотрите, и потом предложите другую игру. А потом предложите прогуляться. А потом и потихонечку, потихонечку детей из этого доставать. Потому что зачастую к 16 годам там уже все сформировались, личности. И с ними говорить на эту тему очень сложно. И проще ребёнку сразу. не давать гаджету, чем потом от него забирать, когда вы увидите вот эту зависимость. А зависимость, она очевидна. То есть ребёнка. У ребёнка это лёгкий... Ну, сейчас везде про это написано. Лёгкий дофамин. То есть это значит, что он ничего не сделал, он работы не провёл никакой, а у него... И впечатление какое-то. То есть моторных движений никаких, да. Моторных движений никаких, а впечатлений много. А зачем мне что-то делать? То есть, понимаете, это наркомания. То же самое, как вот наркоману. Это дозу... Он ничего не сделал, он дозу взял, и у него вот эти вот все вот ощущения. А для этого никакой работы не совершил. И то же самое происходит у ребёнка. И это зависимость, настоящая зависимость. Когда... Вы замечали, наверное, что после мультиков дети истерят, они требуют ещё, потому что им этого ещё хочется. А потом начинается. Вот, а мне скучно, а мне неинтересно, потому что это всё полон миру, у ребёнка развлечений. Мы их везде развлекаем, мы им даём эти гаджеты, а потом он делать ничего не хочет. Это первый момент. А второй момент... Ну, вообще, у ребёнка до 8 лет, даже, может быть, дольше, формируется зрительный анализатор, который на вот этих тонких самых мышцах у нас глаза расположены, там функционирует. И у нас гаджет отрицательно на это влияет. То есть мы сейчас, в принципе, в урбанизированной среде, где ничего не движется, да, и глазу незачем работать. А мы ещё дополнительно гаджет, да, где фокусировка автоматически в глаз идёт. И глаз вообще статичен, ему вообще двигаться не надо. И поэтому столько детей сейчас в очках. И у ребёнка, например, то есть у него зрительное восприятие, оно формируется через руку. Мы должны сначала пощупать предмет, и потом глаз его увидит его объём. А если мы не щупаем, мы смотрим только гаджеты, то он потом, вот у нас были прецеденты, когда ребёнок рисует, а он объём не рисует, он его не видит. То есть нарушение просто восприятия у ребёнка получается. Вот. И огромное количество сейчас идёт отклонений, именно разного толка отклонений. И это огромное количество этих отклонений, связанных с использованием гаджетов. Начиная с простых, да, идёт перевозбуждение, и дети перестают спать в три года. Если он перестаёт спать в три года, это огромная нагрузка на нервную систему. Сейчас в нашем, постоянно в неменяющем мире, где огромное количество стресса, представляете, неустойчивая нервная система. То есть это начиная с того, что ребёнок идёт в школу, например, вот это, да, в первый класс, при этом у него хоп, и случилось так, что разводятся родители. И всё, и у него психика поехала. Потому что ребёнок там не досыпает, да, ребёнок не умеет восстанавливаться, он не умеет расслабляться. И всё. А при этом ещё проблемы с питанием. Сейчас большое количество детей не едят. Они едят воду и хлеб. Нарушение, да, пищевого поведения. Поэтому нарушение сна, нарушение пищевого поведения. Памперсы ребёнок не может удержать. Также социализация. Многие в телефонах сидят, виртуальные друзья в этих играх. Нету надобности идти на улицу, общаться, играть, гулять. А мы развиваемся только в общении. Откуда сейчас вот это вот количество бизнес-клубов, комьюнити, да, нетворкингов? Откуда? Потому что рост качок люди берут за счёт того, что они начинают взаимодействие с людьми. Очень много они ставят вопросы, тем отвечают, они обмениваются опытом, и в этом идёт рост. То есть рост, он всегда идёт популятивный, да, то есть скачок развития всегда, он имеет популятивный характер. Мы не можем в одиночку скакнуть в развитии, мы всегда делаем это во взаимодействии. Если ребёнок не взаимодействует с другими детьми, если ребёнок не взаимодействует с людьми, да, то его развитие останавливается. Ну, ровно так, как и взрослого, в общем-то. Такой очень тоже интересный вопрос про обман детей. Я понимаю, что в семьях разные ситуации, бывают разная реакция родителей, да, какие-то дети, у них был опыт негативного к себе обращения, да, в результате чего они сформировали у себя в голове какую-то правду свою, где лучше где-то обмануть, не договорить, не проговорить. Но если вот так вот взять общую ситуацию, когда вот ребёнок просто врёт на ровном месте, в семье все друг к другу относятся с добротой, с пониманием, с любовью, всё хорошо в школе так или иначе, но вот ты понимаешь, вот что смотрит глаза и врёт. Вот что делать родителям, которые вот наблюдают это вот сейчас вот? Знаете, у ребёнка ещё, ему бывает так сильно хочется, что он действительно начинает в это верить. Вы же даже таких взрослых видели. Да. Вот. И бывают разные ситуации. Бывает, например, что родители держат разный контекст. То есть один требует одно, а другой требует другого. Соответственно, ребёнок, он как маленький, как слабый, да, он начинает подстраиваться сначала под одного взрослого, а потом под другого взрослого. Ну, в общем-то, это то же самое выходит, если и в бизнесе, да, у вас там две головы, один подчинённый, и одна голова одну говорит, другая другой, и он начинает юлить, да. Вот. Поэтому у родителей всегда должно быть согласие. Они должны выступать к ребёнку единым фронтом. То есть если разногласия есть, в первую очередь они должны между собой договориться, а потом идти к ребёнку с какими-то вопросами, да, там, или пожеланиями. Второй вариант. Это, может быть, зависит от того, как взрослый реагирует на желание, потребности ребёнка. То есть бывает, что ребёнку что-то очень хочется, взрослый это не слышит, он считает, что это нет необходимости ребёнку это реализовывать, дать или дать ему это. Он говорит, нет, и всё. А ребёнку очень этого хочется. И он просто начинает, вот впадает вот в эту иллюзию, фантазию настолько, что он начинает вот эту неправду говорить, действительно в неё вере, потому что, ну, очень ему это хочется. То есть здесь родители, он должен вот это отслеживать, он должен быть в себе, да, быть в контакте с ребёнком и видеть, когда ребёнку что-то очень хочется, и мочь с ним договориться, либо предложить какую-то альтернативу, чтобы та потребность, которая ведёт ребёнка к этому желанию, была каким-то образом удовлетворена. Иначе, если потребность сформирована, а она блокируется, то мозг идёт в обход и придумывает всякие интересные картинки, для того, чтобы в обход прийти. Но он и взрослому придумывает эти картинки. То есть мозг нам постоянно подкидывает какие-нибудь иллюзии, когда нам очень хочется, а пока реализации нет. Это да, это всё понимаем мы, весь этот такой глобальный процесс. Но всё-таки, может быть, есть какие-то решения, может быть, есть какое-то волшебное вот у тебя слово, которое ты можешь проговорить, донести, исходя из которого ребёнок понимает, что он неправ. Ну, например, я, когда вижу, что ребёнок обманывает, я говорю, Саш, ну ты чё, ну давай уже, рассказывай уже, как есть. Ну, поделись. Ну, давай, ладно, по секретику. Но это у меня вот так вот. И ребёнок идёт на этот контакт. А ситуации бывают разные, дети разные. Может быть, есть какой-то вот такой пример решения вот такого вопроса для многих родителей? Ну, во-первых, вы не должны никогда ругать ребёнка за то, что он вам сказал правду, какой бы горькой она ни была, какой бы его там обману вот этот вот не был для вас неприемлем, да, всё равно надо быть в принятии. То есть ребёнок должен понимать, если он вам сказал, то за это не будет там нахлобучки, да, там, или вот этого отторжения, потому что иначе он будет бояться вам, бояться вам говорит. Во-вторых, вот, ну не надо говорить, что... Уличать его, ты врёшь, да, вот ты мне соврал. То есть интерпретируйте это по-другому. Ты очень захотел этого, да, и ты, ну, так сказал, потому что этого хотел, да, то есть не надо говорить, что он врун, потому что какую мы маску на него налепим, да, напечатаем, то у него и отразится в его сознании, то есть он будет себя ассоциировать с руном. Не надо так говорить, то есть вы всегда говорите, смотрите, какая потребность была, да. Ты хотела очень там... Ну вот у меня дочь когда съела гомеопатических витаминов кучу, потом призналась, когда мы их потеряли, а она, я говорю, ты просто очень хотела сладенького, да. Она говорит, да. Я говорю, потом забыла нам сказать, да. Да, забыла. А потом, когда вопрос зашёл, она говорит, мама, это я съела. Вот, и ребёнок должен ощущать, что вы его примете, ребёнок и не накажете, да. И вы должны быть в контакте с ребёнком, чтобы видеть его потребности. Действительно, что-то не манипуляция, действительно, ему что-то нужно. Вот. И не уличать его ни в коем случае в этом вранье. А найти форму, каким образом по-другому ему об этом сказать, донести, вывести его, да, на прямой разговор без вот этого уличения в лжи. Да, я всегда люблю говорить, что это искусство, целое искусство взаимодействия, особенно с детьми. Когда ты ищешь вот эти пути выхода, это как в лабиринте. Ты всё время вот такой вот подвижный, всё время думаешь, как вот отсюда, может быть, вот так подойти, может быть, вот так сказать. И уже когда ты прощупал момент того, что ага, вот это на него больше повлияло, вот здесь он раскрылся больше, и тогда, конечно, ты вот для себя принимаешь какие-то решения. Быть в контакте. Да. Ещё такой вопрос, что делать, когда ребёнок всё время хочет быть первым, всё время хочет быть лидером? Ну, быть первым и лидером – это два разных понятия. Когда ребёнок хочет быть первым, это значит, что он находится в состоянии конкуренции. Это значит, что он противопоставляет себя, обществу. Это значит, что он хочет быть круче, вознестись над всеми. И эти люди обречены на постоянное напряжение в жизни, на вот эту постоянную неудовлетворённость. Вот даже вот у нас в школе проводились исследования, где смотрели, ну, надевали энцефалограмму, да, для детей, и смотрели их реакцию эмоциональную, да, на решение задачи. Было дано задание, да, и по итогу были несколько категорий детей, которые решали, первые – быстро и правильно, вторые – медленно и правильно, третьи – быстро и неправильно, третьи – медленно и неправильно. И вот те, которые решали быстро и правильно, у них после решения был эмоциональный спад. А те, которые медленно и правильно, у них был эмоциональный подъём. О чём речь идёт? О том, что те, которые быстро и правильно, они хотели быть первыми, и они не решали задачу как таковую, они решали социальную задачу – быть самыми крутыми. А те, которые решали медленно и правильно, им вообще было все равно, какие они придут. Им просто была интересна сама задача. Они в нее погрузились. Вы же сами знаете, когда вы в какую-то задачу погружены, вы не видите, вы просто в ней решаете все. И когда вы решили, вы такие, да, здорово, и идет эмоциональный подъем. И вы не гонитесь за первенством. И мы живем в этом мире конкуренции. Вот эту же конкуренцию еще формирует часто спор, да, когда ты первый. И ребенок здесь именно вот это вот напряжение формируется, когда он в гонке постоянной. А мы его должны направлять на кооперацию, на сотрудничество, на взаимодействие. И мы вот всегда детей направляем на кооперацию через общее дело. Вот когда вы делаете общее дело, и вам важно дело, вам не важно, кто на каком месте находится. Да, вот такая же у меня позиция, например, в моем предприятии. То есть я то, что я там директор, это не значит, что я чем-то лучше, да. Там у нас няня, она тоже очень важна. Потому что как это организм, да, есть голова, есть сердце, есть мизинец, есть коленка. И каждая часть тела, она важна. Понятно, что сердце, оно как бы важную функцию из головы выполняет. Но извините, без мизинца-то нам тоже плохо. И без коленки-то тоже, ой-ой-ой, нехорошо. Мы, конечно, жить будем, но жизнь наша уже будет неполноценной. И точно так же, когда мы направлены на общее дело, на то, чтобы дело жило, не на то, чтобы я круче или оторвать себе кусок, тогда вот эта конкуренция уходит и рождается кооперация. И вот в этой кооперации, когда дети растут, она может быть, когда у них есть общее дело, общие проекты какие-то совместные, вот эти вот, которые они реализуют. Когда каждый важен одинаково. Да, когда каждый важен, каждый на своем месте, каждый важен. Тогда у них конкуренция переходит в кооперацию. И тут важно родителям самим не поощрять. Ой, ты первый, ты такой молодец. Есть такой, да. Вы, отлично, все, пошли дальше. Но вы не фокусируйтесь на этом, потому что ребенок, он направлен туда, куда, где похвала родителей, где родители считают это значимым. А сейчас же у нас родители, они хотят в Олимпиады, они хотят их, чтобы они были первыми, значит, на доске. Быстрее, больше, сильнее. Да, 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 не понимаю, что мы ребенка загоняем вот в это вот постоянное вот напряжение, как белка в колесе, да, за вот это вот, как ослик за морковкой. И бежишь, 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 достигаешь ее, а вот этого удовлетворения нету. А нам нужно удовлетворение научиться получать от самого пути. Радость в жизни не от результата, а от самого пути. Тогда результат будет как итог просто, само собой разумеющийся от того, что ты с собой вместе, с собой в гармонии, да, в гармонии с окружающим миром делаешь то, что тебе интересно. И результат — это просто как производная твоего состояния, да, твоей гармонии, твоей внутренней, внутренней ощущения себя самого, да, и гармонии с окружающей средой. Ты говоришь просто потрясающие вещи, на самом деле это важно и взрослым учиться этому, потому что у многих из нас, у самих стоит как какие-то бытовые вопросы. Мы вступаем в союз, хотим заработать на квартиру, на квартиру заработали, хотим вот это, и не наслаждаемся на самом деле моментом. И это вот ключевая составляющая, на самом деле, из-за того, что ты сейчас сказала на эту тему, что здорово нам научиться и научить этому своих детей, потому что все дети, наши дети, они все черпают из семьи. Это даже мимика, это манера поведения, реакция, поэтому здорово. Огромное тебе спасибо. Еще один интересный вопрос, волнующий многих. Как в ребенке раскрыть талант? На что обратить внимание? Это вот будет ценно абсолютно каждому. Потому что зачастую есть такие разговоры, что вот мой ребенок, он вообще, это ему неинтересно, то неинтересно, этим позанимался, бросил. Вот как раскрыть талант более так вот экологично и как смотреть в этом направлении? Знаете, я думаю, что к этому нужно добавить вопрос, как сделать ребенка счастливым. Вот вы же знаете огромное количество талантливых людей, которые несчастны, у которых нет семьи, которые умерли от наркотиков. И вопрос, что такое, ну какого талантливого ребенка вы хотите. И вы не можете увидеть этот талант в ребенке. Это ребенок должен ощутить этот талант в себе и выбрать этот путь. А вы должны дать ему возможности для того, чтобы он ощущал себя, ощущал свои потребности, имел соответствующее мышление, которое ему поможет быть успешным. Потому что талантливый человек, он талантлив во всем. Талантливые люди, они играют на музыкальных инструментах, при этом великие математики могут быть или физики. И при этом еще было бы здорово, если у него была бы счастливая семья. И когда он на подсмертном одре умирал не в трущобах, а с большой семьей, с кучей внуков, вот это бы здорово было. И поэтому мы должны ребенка развивать способности его во всех базовых направлениях. Речь русская, без этого никак. Математические способности, без этого никак. Коммуникативные навыки, эмпатию формировать, чтобы он умел слышать, чувствовать других людей, уметь ставить себя на позицию другого. Это даст организаторские ему способности. То есть мы ребенку даем способности во всех направлениях. А когда он подрастет, когда у него сформировался его какой-то жизненный опыт, и тогда он будет иметь возможность сам выбрать, куда он пойдет, куда его сердце откликнется. А мы даем ему платформу, базу для того, чтобы он был талантлив во всем. Потому что в школе наши дети, при том, что по физике занимают в России первые места, при этом они еще играют на музыкальных инструментах, при этом они еще танцуют и поют. И у них класс — это как команда, где они взаимодействуют. И вот это хорошая, действительно полноценная жизнь, которой достоин каждый человек. А он подрастет, и там уже сам он выберет, куда ему вообще идти, куда его сердце зовет. Да, потому что самое главное, что все мы пришли в эту жизнь учиться быть счастливыми. А счастью можно научиться. Олесь, спасибо огромное тебе за такой интересный, очень важный разговор. Благодарим тебя, и прям хочется добавить до новых встреч. До новых встреч. Сегодня у нас была в гостях потрясающая просто женщина, эксперт дошкольного образования Олеся Уйманова. Для себя и для вас, мы уверены, было много полезной информации, применяя которую мы будем становиться еще счастливее. Субтитры создавал DimaTorzok